В преддверии четвертой субботы по Пасхе, когда отмечается день памяти собора новомучеников в Бутове пострадавших, патриарх московский Евсея Руси Кирилл совершил божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне. Христос воскресе измертвы, смертью змей поправ, и сущим в ограде живот дарова. Слава вышних Богу и на земле мир, человечество благоволение. Его святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Видновский Тихон и другие представители духовенства Москвы и Московской области. Службу посетили глава Ленинского района Олег Хромов и председатель Совета депутатов Валерий Венцель. В этот памятный день на литургию съехались многочисленные паломники. Сегодняшний день совпал с памятью святаго апостола-евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика-спасителя, одного из всех, кто принадлежал апостольскому чину, не убоявшемуся ни страданий, ни самой смерти, но до конца бывшись Господом и Спасителем у его креста. В своем слове патриарх сказал, что именно апостолы стали первыми мучениками. Их убивали за веру, одного за другим, и только Иоанн Богослов, по милости Божией, умер своей смертью. А если человек умирает за Христа, значит, его с ним связывают особые отношения. Мученичество – свидетельство огромной силы. И здесь, на Бутовском полигоне, как сказал патриарх, лежат свидетели Христа, которые продолжили дело святых апостолов. И сам факт мученичества, который в 20 веке, почти через 2000 лет после мученической кончины апостолов, свидетельствует о их правде, о правде Божией, о правде Церкви. Поблагодарив патриарха за совершение службы, настоятель храма новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне Кирилл Каледа преподнес в дар его святейшеству в память о торжественном богослужении икону священно-мученика Серафима Чичагова. После окончания службы пришедшие на нее православные верующие не скрывали своей радости. Когда я увидел патриарха первый раз, когда он въезжал на машине, у меня как бы в душе все засияло. Идет такой дух святой от этого места. Мы сюда, когда по возможности, всегда приходим, бываем, на службу стоим. И очень благодарны, что он к нам приезжает, собирает здесь людей. Вот эти полтора часа эфиристического канона проходят как пять минут. Люди с больными ногами, с больными спинами не устают, потому что это чудо. Дмитрий Книга и Адами Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.